Все тайное становится явным. Все тайное становится явным. Продюсер BBC подтвердил, что съемка химатаки в Сирии в апреле 2018 года была инсценировкой. Отвечающий за сирийское направление продюсер BBC Риам Далати заявил, что якобы имевшие место в апреле 2018 года применение химоружия в сирийском городе Дума было инсценировано. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter. В сообщении Далати говорится, что после почти шести месяцев расследования он может без сомнения подтвердить, сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб, написал он. В начале апреля 2018 года ряд неправительственных организаций, включая белые каски, распространили сообщение о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками сирий химоружия в Думе. 9 апреля представители Российского центра по примирению враждующих сторон провели обследование данного района, но не нашли там следов применения химоружия. Тем не менее в ночь на 14 апреля под этим надуманным предлогом Вооруженные силы США, Великобритании и Франции без санкции Совета безопасности ООН нанесли массированный удар по объектам на территории Сирии. Тем временем в Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В четверг стало известно, что российская военная полиция обеспечила безопасное возвращение гуманитарного конвоя ООН и сирийского арабского красного полумесяца САКП в Дамаске из лагеря беженцев Эр-Рукбан. Как сообщил начальник Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев на территории САР генерал-лейтенант Сергей Саламатин, 14 февраля из 55-километровой зоны безопасности, созданной американским военным командованием вокруг военной базы Веттонфи, выехали более 100 автомобилей ООН и САКП. Это основная часть автомобильной колонны, вошедшей в Эр-Рукбан 6 февраля. Всего в состав конвоя вошло более 160 транспортных средств с гуманитарным грузом общим весом 1080 тонн. 10 февраля российские военнослужащие сопроводили первую часть конвоя в составе 60 автомобилей ООН и САКП от зоны безопасности до сирийской столицы. «Подготовка и процесс согласования данного гуманитарного конвоя заняли много времени и стоили больших усилий», отметил генерал-лейтенант Саламатин. «Благодаря усилиям офицеров Центра по примирению враждующих сторон и подразделений военной полиции все обязательства, взятые на себя по сопровождению и обеспечению безопасности данного конвоя, были выполнены в полном объеме». По данным сотрудников ООН и сирийского арабского красного полумесяца, в лагере Рукбан были доставлены продовольствия, теплые вещи, спальные мешки, одеяло на 40 тысяч человек», – отметил начальник Центра. Врачи гуманитарных организаций провели вакцинацию детей от гепатита, кори и полиомиолита. Российская военная полиция продолжает патрулировать окрестности города Маньбиджа на северо-востоке провинции с целью не допустить провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований и так называемой умеренной оппозиции. Каждому выезду в неспокойный район предшествует тщательная разведка местности и подготовительная работа. Офицеры часто встречаются с местными старейшинами. По их словам, к появлению здесь российских военных полицейских населения относятся более чем положительно. «Спасибо военной полиции России за то, что они нас охраняют», – сказал в беседе с журналистами местный житель Ахмед Мухаммед Хамуд. «Мы уже живем в безопасности, у нас у всех дети, и сегодня мы за них не переживаем». Химатака в сирийском городе «Дума» в апреле прошлого года была тщательно спланированным спектаклем. Маршруты патрулирования меняются ежедневно. Военные полицейские на марше находятся в полной боевой готовности на случай непредвиденных обстоятельств, при этом строго выполняют приказ не реагировать на провокации. Пулеметчикам вести круговое наблюдение. В случае остановки техники принять меры к устранению неполадок. Такие или похожие распоряжения командиры отдают при выезде на каждое очередное патрулирование. Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев продолжает работу, направленную на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В начале недели, как сообщил руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Силаматин, в Айн-Эль-Крум, провинция Латакия, проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающиеся сирийцы получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны. В свою очередь фондом имени А. В Кадырово организована благотворительная акция в городе Алипо местным жителям выдана 1 тонна хлеба. Всего российской стороной организовано и проведено 2064 гуманитарные акции, сирийским гражданам доставлено и распределено около 3264,5 тонны продовольствия, бутилирована воды и предметов первой необходимости. Медицинские специалисты Минобороны России оказали помощь 104 713 жителям Сирии. Иная картина сложилась на территориях, неподконтрольных правительственным силам, где местное население фактически поставлено перед необходимостью самовыживания. На северо-востоке провинции Дейр-Эс-Зор командования сил Международной коалиции по неясной причине затягивает ликвидацию остатков вооруженных формирований сторонников Исламского государства, прижатых к левому берегу Ифрата на пятачке в несколько квадратных километров. По информации находящейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, американцы предложили игиловцам сделку им предложенного обменно-безопасный выход из котла передать представителям военного командования США награбленные ими запасы золота и серебра. На этой неделе район расположения экстремистов, среди которых немало иностранных наемников, подвергался массированным ударам с воздуха самолетами ВВС стран Международной коалиции. При этом удары наносятся не только по огневым точкам боевиков, но и по площадям селения, где остается немало гражданского населения. Еще 20 января МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН с требованием положить конец налетам ВВС западных стран на мирные селения в провинции Ди-Рез-Зор. Отмечалось, что 19 января самолеты атаковали селение Багос в Фаукане, где погибли более 20 человек, в том числе женщины и дети. Налет был совершен в момент, когда группа жителей пыталась выбраться из района, контролируемого террористической организацией. В эту среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержит в Совбезе ООН требования Дамаска прекратить авианалеты американской коалиции на мирные объекты. Коалиция регулярно попадает не туда, и гражданские лица становятся жертвами, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры. Это не новая тенденция, отметил министр. Мы будем поддерживать Сирию в Совете Безопасности ООН, будем поддерживать обращения всех других стран, которые будут страдать от подобного беспредела, который творят неприглашенные к ним в гости вооруженные силы внешних игроков. Владимир Молчанов, Красная Звезда Подчеркивание Террористическая группировка, запрещенная в РФ Террористическая группировка, запрещенная в РФ